Ну а как правильно подобрать комплекс поливитаминов для детей, спросим у гостя нашей программы. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вообще, стоит ли давать детям витамины или достаточно тех, которые не получают вместе с пищей? Я считаю, что да, наверное, витамины давать стоит, но опять же, перед этим нужна консультация специалиста, который должен оценить состояние ребёнка, он должен понять, либо ему нужны витамины для профилактических целей, это, например, в период ослабления организма, весенний-зимний период, к примеру, либо в период повышенной умственной активности, например, у детей это сдача экзаменов, либо это, например, предсадичная, то есть когда ребёнок идёт в садик. В каком возрасте какие витамины особенно необходимы? Давайте возьмём младенца, дошкольника и школьников младших и старших. То есть до года, это у нас грудное вскармливание, ну, там только с 21 дня назначается витамин D для профилактики рахита. Это предсадичный, да, 2-3 года, там необходимо, ну, можно назначить курс поливитаминов для общего укрепления организма. Если это предшкольный возраст, то тут лучше витамины группы А, которые влияют на зрение, так как у нас школьники только пошли, да. А для нервной системы что-то нужно для школьников? Для нервной системы это витамины В, В6 и В12, то есть можно так же, ну, в плюсом, но упор нужно делать всё-таки на глазной аппарат. И если это, к примеру, старший школьный возраст, предэкзаменационная, то там всё-таки необходимы витамины группы В, никотинамид, это витамин ПП, который влияет на нервную систему. Наши родители в советское время очень активно употребляли рыбий жир, у многих бурные воспоминания на этот счёт. Сейчас актуальна эта добавка или нет? Ну, вы верно заметили, что это добавка, то есть она не является определённым каким-то витаминным препаратом, в неё входит комплекс витаминов А, Д и микроэлементы, но всё-таки она является биологически активной добавкой. Её можно использовать, когда, допустим, взрослые люди занимаются спортом, в пожилом возрасте, когда общее ослабление организма идёт. А детям? Ну, детям, детям можно использовать, но всё-таки сейчас медицина, наверное, проверенная за качество. То есть, если у нас витамин Д есть, тот, который проверенный, ну, препараты, да, два препарата, которые мы чаще используем, то лучше, наверное, принимать их. Вот про витамин Д, это витамин, который особенно популярен, актуален в нашем регионе. И, конечно же, бурные споры. Что лучше, витамин Д на масляной основе или на водной, как вы считаете? Ну, лучше витамин Д на масляной основе, потому что всасывается в организм он более лучше. Как можно разнообразить питание ребёнка, если, к примеру, родители против синтетических витаминов, что подавать или добавить, может быть, в основной рацион, например, сейчас, пусть? Ну, в рацион питания должны входить обязательно овощи, фрукты разнообразные, то есть питание ребёнка должно быть ежедневным, разнообразным. Также можно добавить это сухофрукты, орехи, ягоды. Ну, замороженные, если они самостоятельно замороженные с вашего огорода, то это хорошо. Большое спасибо, Алёна. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...